Сегодня пресс-служба областного управления ФСКН доложила о буквально особо крупном успехе своих сотрудников из Первого Уральского отдела. Их стараниями задействована самая лютая, пятая часть статьи 228 прим, та самая, которая предоставляет пациенту безграничные возможности по части проживания на казенных харчах. Претендует на пожизненный срок вот этот вот типичный колумбийский наркобарон, уроженец казахской деревушки, ныне гражданин России и житель Первого Уральска, до сих пор не судимый. Он был задержан на улице Монтажников в результате оперативно-развестных мероприятий, подробности которых не поддаются описанию, а потому и не сообщаются. При осмотре приличном 41-летнего беззаботного выяснилось, что он снабжен наркотической смесью, содержащей производное от строго запретного 3-бутанаила-1-метилэндола. Если проще, то это банальный индол, просто он метилизированный по азоту и оцеллированный остатком бутановой кислоты по третьему положению. Это элементарно. Уже четверть грамма этой химозы считаются крупным размером, а особо крупный, за который дают пожизненное, это 500 граммов. Казалось бы, при том, что у него нашли 5,9 грамма смеси, ничего подобного ему не светит. Но наркополицейские резонно предположили, что у него дома вполне может быть еще много этого гуталина. У него эта гуталина, ну просто завались! Ну вот и шлет кому попало. И действительно, под кроваткой у первоуральца казахского происхождения хранился кулечек той же смеси, которую хозяин предложил считать заваркой. Без проблем, проверяйте этот чай, стопудовый. Однако экспертиза обнаружила все то же производное от 3-бутанаил-1-метилэндола, а вес оказался таким, что по завершении пожизненного срока клиент подлежит реанимации, затем отсидит еще одного пожизненного, и при этом останется должен еще 40% жизни. Проще говоря, в кульке было килограмм 200 граммов. Установлено, что хранился наркотик в особо крупном размере с целью сбыта. Отсюда 228-я прим, часть 5-я, минимум 15 лет. Максимум пожизненно и миллионный рублевый штраф. Плохо лишь то, что не максимальные 20 лет, не тем более пожизненные ему не грозят, потому как дело возбуждено через статью 30-ю и часть 1-ю приготовление к преступлению.